Рыбакит папа рисует. Сегодня китайку нет, японскую девочку. Девочка японская называется. Какая девочка? Японка. Девочка японская девочка. Берём фломастеры, чёрные фломастеры, и нарисуем девочку японскую. Потом раскрасим фломастерами, красным, чёрным, и у нас всё будет здорово. Можно рискать всё другими мелками. Сегодня вообще один девчонок рисуем, круг рисуем, большой круг, ну такой большой. Такая девочка хоть и японка, но головастая. В смысле маленькая девочка, голова ещё пропорции большие. У неё тело маленькое, а она сама большая. Голова. Так, что у неё есть? У неё есть шея, шея и кимоно. Кимоно – это такая штука, это халат такой. Я называю это халатом. Халат так рисуется, в разные стороны у неё плечи. После этого руки идут вниз и вправо, вниз и влево, и вправо. Это так она расставила ручки. Говорит «Здравствуйте, дорогой художник, как вы меня хотите нарисовать?» Я говорю «Хорошо, буду нарисовать тебя». Дальше. Здесь посередине такой квадратик. Это будет её поясок. И поясок у неё широкий, не маленький, как у мальчиков. Девочка широкий. Здесь такие вот завитушки. Закладывается налево, направо, халатик её. Дальше поднимается вниз, опускается её сам халатик и заканчивается. И, конечно, рукава. Рукава у неё длинные. Я не знаю, зачем придумали, но раньше так говорили, что работаешь спустя рукава в России. Это, значит, не рабочий человек. Значит, у него руки были спущены, рукава спущены. И, значит, он не мог работать. Вот такая девочка. Ножки я ей нарисовал. Я знаю, что у них специальные деревянные ботиночки есть. Это здорово. Так, давайте нарисуем лицо уже, чтобы она ожила, наша девочка. Какая девочка? Оживая, японская девочка. Посередине прорисуем вот такую полосочку. Здесь вверх, вниз, вверх. Вверх, вниз, вверх. Такие вот, как сказать, маленькие волосики здесь. Вот тут слева и справа. Дальше. Прическа. Как у Микки Мауса. Глазки. Глазки. Такие просто глазки. И улыбочка. Такая вот девочка. И, конечно же, красивые завязочки. Завязочки вот так. И здесь. Завязочки очень красивые. Две или три сделают завязочки, чтобы красиво было здесь. Еще одну завязочку. Вот такая у нас чудесная девочка. Японская девочка. Буду называть ее японская девочка. Японка. Раскрасим ее красным и... И... Каким еще? Желтым и черным. Сейчас я красный найду. Желтый. Я раскрашиваю толстым, безломастер. Мне очень легко раскрашивать. Прям удобно. Раз. И раскрасил. Если у тебя трудно раскрашивать, то раскрашу постепенно. Ставь на паузу. Также акварелькой можешь раскрашивать. Когда раскрашишься акварелькой, приятно. И учишься лучше, чем фломастерами. Так. Красная, красная, красная. А еще немножко желтого. Желтого. Здесь желтого. Сегодня рисуем только девочек. И какие девочки бывают? Какие? Я думаю, красивая девочка. Девочка японка. Определенно бывает. Так. Серый. Есть ли серый цвет? Есть серый цвет и черный есть. Так. Давайте так. Черным цветом нужно закрасить всю девочку. Это довольно сложно вот так вот закрасить. Если у тебя фломастер толстый, то и легче раскрашивать. Вот так вот. Закрасили. Здесь тоже закрашиваем, закрашиваем, закрашиваем. Недавно пришел ко мне мальчик знакомый и говорит, я рисовал бы, но у меня фломастеры закончились. Я ему предложил рисовать красками. Я говорю, краски никогда не закончатся. Он попробовал и вроде бы будем рисовать больше с ним. Потому что краски не будут заканчивать. Такая вот девочка получилась. Очень симпатичная. Симпатичная. Немножко розовая. Мне хочется, если у тебя есть розовый, так немножко, чтобы тогда повеселела. Такая. Пири-ри-ри. Веселая девочка. А сзади нарисуем пагоду. Это такое, такая вот храм. Храм. Храм пагода. Ее рисовать легко. Японский. Вот так рисуем. Две палочки. Это домик первый. После этого так вверх крыша поднимается. И вверх такая вот, не знаю, как долька апельсина. Потом еще раз вверх. Еще одна пагода. И получается, ты строишь домик над домиком. И получается вот такая пагода. Тири-ри-ри. А сзади большая-большая горафунди. И здесь даже вот так тропинка. Здесь у нее облачка. Птички летят. Солнышко светит. Все серое. Но очень стильное. Я думаю, очень интересно будет для тебя нарисовать такую девочку. Японка называется. Сегодня рисовали девочек, ребят. И мы не останавливаем. Еще продолжаем рисовать. Кто смотрит на ютубе, подписывайтесь на канал Рыбакит. Легко найти. Легко рисовать. Все рисунки доступные. Сразу же рисуй на здоровье. Делись. Лучше в телеграм. Присылать телеграм. Родителям. Подпишись на телеграм-канал Рыбакит. Там вместе можешь поделиться. Посмотреть новости какие-то про меня. Что я делаю. Да как. Это интересно. А так в ВКонтакте и в Дзэй. Всем хорошего дня.